Взять крупный город, так как они взяли Грозный, не получится. Войск слишком много. У чеченцев не было ни нормальной ПВО, ни авиации, ни так далее. Сейчас Россия — это скорее трухлявый пень, выкрашенный краской для того, чтобы показать золотой краской, для того, чтобы показать ее величие. 21 век — это век построссийских территорий. Морская флотилия России вышла в море и осуществила красивый запуск ракет в направлении Сирии. Но большая часть не то, что не долетела до объектов, она большая часть не попала по территории Сирии. Путин может в любой день лишиться своих крупнейших городов. Это пойдет уже цепная реакция. И тогда придется брать не Киев, тогда придется брать Питер или Москву. Всем здравствуйте, Кнополитека онлайн. Я Александр Шелест, и Владимир Стус — наш аналитик, эксперт на связи. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте поговорим о глобальных вещах, которые происходят в мире. Конечно же, взгляд из подвала, взгляд из бомбоубежища очень ограничен. И мы не можем понимать, что вокруг нас происходит. Но вот начать я хочу именно с последней новости о визе и мастер-карт, которые ограничивают работу в Российской Федерации. Почему я с этого хочу начать? Не потому, что это свежее, а потому, что это демонстрирует вообще на такую достаточно далекую перспективу отношений Запада и России. Что вы думаете на этот счет? Ну, нормально. Если я оцениваю тактическую составляющую, я бы обратил внимание на два акцента. Проблема даже не в том, что они не могут взять, например, какой-то украинский город. Проблема у Путина в том, что он любой день может потерять Москву или Питер. Уже вчера в Москве был достаточно большой митинг. Настолько большой, что его не удалось разогнать. Митинг. Это может быть голодный бунт. И власть уйдет из этого города. Когда в стране не работает ни один авто, остановились практически все автосборочные заводы, то людям просто не надо служить. То, что я прогнозировал, за неделю в России количество безработных увеличилось минимум на 10 миллионов человек. Поэтому им нужно сейчас контролировать уже не только Украину, пытаться установить контроль над Украиной, а сохранить контроль над Россией. А там нет средств. И не случайно Путин, последний указ Путина, кому он сейчас повышает денежное содержание? Нет, ни войска. А Росгвардии? Это одна составляющая. Вторая составляющая. Но они делают такие стратегические ошибки, что просто поразительно. Если они применят тактику выжженной земли, то есть сначала артиллерия, или скажем так, сначала грады, затем ствольная артиллерия, затем танковые пушки, потом только зачистка, то они ничего не добьются. Чем больше разрушен населенный пункт, чем тяжелее его взять. Это стандартная битва под Сталинградом, битва за Монте-Кассино. Посмотрите, сколько продолжалась битва за Монте-Кассино. О ней вообще мало кто знает. Это, по сути дела, последняя, ее можно назвать, последняя битва народа в истории. Битва за Монте-Кассино. То есть сейчас, ну разрушив, чем больше они разрушают инфраструктуру, тем сложнее взять этот город. Они себе закрывают. Взять крупный город, так как они взяли Грозный, не получится. Войск слишком много им противостоящих. И они гораздо более у чеченцев не было. Ни нормальной ПВО, ни авиации, ни так далее. Они сами загоняют себя в тупик. Ну это так, тактическая составляющая. Сегодня мы собрались поговорить о долгосрочной составляющей. Взгляд из бомбоубежища, взгляд из окопа на десятилетие. То, о чем мы будем говорить, я прогнозировал давно. Ну, это распад России. И этот прогноз был в 2012 году опубликован. И он актуален и сегодня. Это не экспертный прогноз, а естественно научный прогноз. Так как прогнозируется погода. Есть, естественно. Вот вы привыкли общаться, естественно, по вашему роду деятельности. Вы привыкли общаться с экспертами. Так вот, я не эксперт. Я работаю, естественно, в научной методологии. Есть теоретическая концепция. Эта теоретическая концепция позволяет делать прогноз. У прогноза есть погрешность. И эта погрешность позволяет совершенствовать, корректировать теоретическую концепцию, чтобы она выдавала более лучшие прогнозы. Более точнее описывала таким образом. Но это Ландау еще как-то говорил, физик знаменитый. Нет ничего лучшее, нет ничего практичной, хорошей теории. Мы сейчас будем говорить о практических, о теоретических вещах. Но они супер прогнозно проверяемы. И по ним можно проверять. Они проверяемы уже сейчас. Не надо ждать десятилетия. Можно посмотреть мои прогнозы минувших лет. Собственно, этот прогноз основан на прогнозе сегодняшнем. Разговор основан на прогнозе 2012 года. Дальше, на что хотел бы обратить внимание. Отстранение Путина от власти это одно. А распад России это гораздо более мощный и отличный процесс. Отстранение Путина от власти может уйти, может произойти в любой день. Это не прогнозируется. Это повод. Так вот, отстранение Путина от власти не приведет к отмене распада России. А что же тогда приведет? Собственно, вопрос. Почему Россия распадется? Предельно краткий ответ. И потом его детализация. Россия распадется, потому что она не в состоянии освоить свою территорию на достигнутом технологическом уровне. Очаговое поселение, население слишком мало. Россия как была диким западом, так и осталась. Демократия не востребована, рыночная экономика не востребована, потому что слишком большие затраты на логистику. Для России это норма. После распада Советского Союза Россия ушла, она же уже законсервировалась не в Советском Союзе. Россия ушла в свое естественное состояние, Российской империи. Российской Федерации больше нет, граждан больше нет, это теперь низшие сословия. И для них это нормальное состояние. Но Россия не может освоить свою территорию, а все остальные могут. И для всех остальных это становится критически важным. Темпы замедления научно-технологического и культурного развития такие, что единственным способом избежать супермасштабных смут и смягчить свою смуту, это начать преобразовать интенсивное былое развитие в экстенсивное развитие освоения. А таких стран, которых можно осваивать, но которые осваивать не дают режима, на весь мир всего четыре. Россия, Казахстан, Беларусь, Украина. Это тоже мой старый вывод. Таким образом сформирован мощнейший конфликт между Россией и внешним миром. Россия хочет, чтобы ее оставили в покое в этом полудремотном состоянии Российской империи. А другой мир, он необходим освоить российские ресурсы. Ведь российские ресурсы это не нефть и не газ, это мелочь. Основные российские ресурсы это возобновляемые ресурсы. И когда мы говорим об освоении, речь не идет о захвате, колонизации. Тут именно речь идет о освоении на достигнутом технологическом уровне. Этот российский режим может эффективно только добывать сырье и делать примитивные полуфабрикаты. Все, ни на что другое он не способен. А внешние условия в России и в Украине тоже позволяют эффективно тут делать не только сырье полуфабрикаты, а и более высокотехнологичную продукцию. А это больше добавленная стоимость, созданная на месте. А это больше уровень заработной платы. А это делает неэффективным, и это сходит в противоречие сформирующейся в России со словно авторитарной системой. Поэтому вывод, на какую страну похожа современная Россия. Ну, старый вывод это мой. Сейчас это показывает, что так оно и есть. А это Испания. Начало 30-летней войны. По сути дела, в мире сейчас идет цивилизационная смута 30-летней войны. Вот она. Россия — это роль Испании. Некогда великая страна. Испанская империя была самой большой империей на планете. Она занимала самую большую площадь. Могущественную. И начала рассыпаться, причем достаточно быстро. Сейчас Россия — это, скорее, трухлявый пень, выкрашенный краской для того, чтобы показать золотой краской. Для того, чтобы показать ее величие и ее мощь. А на самом деле она такая же трухлявая, как Испанская империя. Она не в состоянии конкурировать не то, чтобы по высокотехнологичным товарам, а по средним технологичным товарам. Эти санкции это подтверждают. Следующий вопрос. Когда в России что-то пошло не так? Когда Путин допустил критическую стратегическую ошибку? После которой уже ничего нельзя было исправить. Примерно с 2002 по 2007 год. Рост цен на нефть. Бешеный поток в России и нефтедолларов. И возникла иллюзия, что в России можно построиться словно авторитарное общество. Фактически это ту же Российскую империю, основанную на нефтедолларов. И этих нефтедолларов хватит и для того, чтобы содержать и царя, и служилые сословия, и что-то сбрасывать низшему сословию. Вот тогда эта иллюзия возникла. Вот эта иллюзия, что в России можно построиться словно авторитарное общество, была ошибочной. Оно не дало дальше. Дальше все уже пошло. Реализация этого пошла по... Одна ошибка накладывалась на другую, и дальше уже пошел порочный круг. Следующий вывод. Смотрите. Вывод фундаментальный. Россию невозможно реформировать. Уйдет Путин или его уйдут, а ничего не изменится. Ни Навальный, ни кто-либо другой не в состоянии консолидировать Россию. Единственное, что это вот Путинская могла. Но и то она вступила в противоречие с остальным миром. И Путинский режим вступил в противоречие с остальным миром. Теперь Путин со дня на день может потерять контроль над всей Россией. Почему? Россию захлестнет волна либо майданов, либо голодных бунтов, либо и того, и другого. То есть Россию... Тут уже вопрос не в Путине. Уже вопрос не в том, что когда Россия уйдет из Украины, в том числе и с оккупированной Донбасса и Крыма, тогда можно будет остановить ее... Нет. И тогда ее падение не остановится. Ее в принципе невозможно реформировать. Как Россия будет распадаться? Ну понятно, что сначала Донбасс, Крым. Затем есть области, которые... Традиционно не российские. Они исторические, не российские. Очевидно, предположили, что они отпадут первыми. Восточная Карелия. Это исконно финская земля. Пыталовский район Новородской области. Это латвийская земля. Печорский район Псковской области. Это эстонская земля. Ну и понятно, что все эти псевдореспублики, там Абхазия, Северная... Абхазия, Приднестровье, они отпадут сами по себе. Северная Осетия. Но тут есть ключевой вопрос. Эти-то все отойдут от России без проблем. Ключевой вопрос, это фактор Китая. А фактор Китая, это Северная Манчжурия. Северная Манчжурия, это исторически китайская земля. И если кто не понимает, в географическом плане, это российский Дальний Восток. Для Китая критически важно восстановить контроль над своей исторической территорией. Не над Тайванем, а над Северной Манчжурией. Он решает свои основные проблемы. А если он не берет контроль над Северной Манчжурией, то он сам погружается в свою смуту. В истории Китая было полно смут. Это разрушительное, это страшное явление. Та смута, которая была в Украине после распада Советского Союза, это цветочки по сравнению с тем, что может быть в других странах. Причем не только в Китае. Поэтому для Китая критически важно. Для США, естественно, США не хочет такого резкого и серьезного усиления Китая. Иначе бы давно был союз между Штатами и Китаем в антироссийской коалиции. Тем не менее, я думаю, что мой прогноз о том, что рыхлая антироссийская коалиция будет продолжать формироваться, он остается. И это противоречие между Штатами и Китаем. Оно временно будет преодолено. Штаты и Китая будут... Они не будут друзьями. Они будут... И не будут враждовать. Они будут заклятыми друзьями. Я это так назвал. На сколько частей распадется Россия? На пике распада Россия распадется на много десятков частей. Когда будет пик распада? Пик распада, пик регионализации России придется примерно на середину века. А дальше пойдет новая сборка новых государств и новых территорий на построссийском пространстве. Владимир, вы говорите о том, что вот такой прогноз по Российской Федерации, ну вот так бегло прошлись по Донбассу и Крыму, но в контексте освоения территорий, и в том числе украинской территории, как этот процесс, когда начнет все рушиться, хотя вы уже говорите, начинает все рушиться, в Российской Федерации аукнется для нас? Мы будем сторонними наблюдателями или непосредственным участниками? Мы будем помогать уходить из Крыма, из Донбасса. Давайте позже вернемся к вопросу, как Украина будет участвовать в разделе распада России. Потому что тут нужно сначала определить вопрос, если Россия это современная Испания, то ведь Испания распадалась с начала 17 века, ну с середины 17 века, вплоть до начала 20 века. Да, долго. Долго. А мы говорим, что Россия распадется быстро. Почему? В чем тогда Россия не Испания? Испания. Просто тогда был открытый мир. И тогда неэффективность можно было терпеть, потому что было можно осваивать, был новый свет осваивать его так эффективно, как хочешь. А то, что другие неэффективно это делают, ну так это их проблема. И на Испанию от нее отщупывали кусочек за кусочком в течение десятилетий. Но она продолжала существовать. Сейчас мир гораздо менее открытый. Все эти сказки о колонизации Марса уже в них не верят даже Илон Маск. Даже высадка на Луну не состоится в ближайшие десятилетия, это точно. Не говоря уже об освоении и так далее. Значит, нужно осваивать то, что есть на Земле. А тут вот эти четыре страны. А осваивать желающих гораздо больше. Вернем, кто будет осваивать Россию. Поэтому Россию осваивать, Россия распадаться будет быстрее. Тут ее распад не растянется на века. И осваивать построссийское пространство будет гораздо быстрее. Что будет после? Вот Россия распалась на десятки частей. А дальше начнутся войны за построссийское наследство. Исторический аналог это войны за испанское наследство. Когда сначала Голландия. Это англо-голландские войны. Это сначала Голландия и Англия были союзниками в борьбе с Испанской империей. А потом они устроили войны между собой. Потом они договорились. И, по сути дела, мы наблюдали дальше коалицию Британии и Голландии. В несколько упрощенной форме то же самое будет происходить и тут. Это не значит, что везде будут войны в России. Не значит, что везде будет ужас-ужас. Это значит, что некоторые территории отойдут абсолютно мирным путем. И там вообще не будет боевых действий. Некоторые территории отойдут другим странам. И там тоже будет сравнительно. Но это, прежде всего, благоприятная территория России. Это территория Черноземья. Это территория Юга России. Не Кавказа. На других территориях будут жесткие войны, будут зачистки и так далее. Причем в течение многих лет. Это не быстро устаканится. Войны за построссийское наследство тоже длительный промежуток. Вопрос. Кто будет осваивать Россию? Россию будет осваивать все. Кто больше всего осваивал территории современных Соединенных Штатов? Представители какого этносов больше всего переселялись на территории европейских этносов? Переселялись больше всего на территории Соединенных Штатов. Британцы? Нет. Французы? Нет. Ирландцы? Тоже нет. Немцы? Больше всего немцы переселялись. Точно так же и тут. Китайцы, египтяне, Батланадеш. Очень много азиатов. Осваивать Россию будут все, потому что возможности доступных территорий для освоения сейчас гораздо меньше, чем в прошлый раз. Когда был открыт новый свет, выезжай и делай там, что хочешь, устраивай там себе то общество, которое тебе нравится. Такое устройство сейчас гораздо меньше. Будет ли Украина участвовать в разделе распады России? Она будет участвовать, пока не освободит Крым и Донбасс. Дальше я не вижу необходимости участвовать в разделе. Украину нужно осваивать так же, как и Россию. По сути дела, в России не дает осваивать Россию на достигнутом технологическом уровне путинский, со словом, авторитарный режим. А Украину не дает осваивать олигархический, со словом, а восстанавливать то, что сейчас разрушено, то, что разрушается именно сейчас в этот день, восстанавливать, осваивать очень долго. Тут, по сути дела, Украину хватит освоить. Украину на технологическом уровне, это займет лет сто. Я допускаю, что, возможно, небольшие территории будут присоединены к Украине, но не на Украине. В стратегическом плане не нужен ни Куба, ни Краснодарский край. С одной стороны. С другой стороны, то, что Украину не приняли в НАТО, то, что сейчас Запад делает вид, что это не его дело, не будет налагать на Украину и на украинцев, наш, да, граждан Украины в дальнейшем обязательствах. Украина не будет воевать дальше, после того, как освободит. Пусть они воюют. Им это надо. Им нужно воевать. Это Египту, это Бангладешу, это Китаю нужны новые пространства. Нам не нужны новые пространства для освоения. Пусть они воюют. Значит, в результате получится такая странная вещь. Особенно говорить ее сейчас странно. Мы сейчас общаемся на фоне артиллерийской канонады. Ну, она, мы говорим о прогнозном составляющем. Значительная часть просто российских территорий, которые будут образованы после распада России, будут дружественны Украине. Это будут дружественны нам государственные образования. Ну и могу подтвердить заключение, прежде чем приступить к ответам на ваши вопросы. Тоже еще более глобальный прогноз. Прогноз уже на следующий век. Я его сделал раньше. 21 век, это век построссийских территорий. Сильно. Теперь готов ответить на ваши вопросы. Владимир, всех, конечно же, сейчас очень волнует и пугает. Красная кнопка в руках у диктатора, в руках у Владимира Путина. Если такой, ну, давайте будем смотреть правде в глаза. У вас такой апокалиптический прогноз для вообще существования Российской империи, Российской Федерации. Нажмет или не нажмет? И если нажмет, то как, при каких обстоятельствах, насколько эти вещи могут соотноситься с прогнозом долгосрочным, тем, который вы изложили? Это не может быть масштабной ядерной войны. И прогнозировать то, что в голове, в воспаленном воображении конкретного человека я не веруюсь. Но тут следует учитывать фактор исполнителя. Если это же не одна кнопка, и ракеты полетели. Там целый ряд. И может быть казус исполнителя, его приказ откажется исполнять. А может быть казус техники. Ведь по разным источникам нужно обновлять плутоний в боеголовках то ли раз в 10, то ли раз в 20 лет. А его же не обновляли сколько. И эти боеголовки не испытывали. Последние испытания были более 30 лет назад. Реальные испытания ядерной боеголовки. Поэтому сейчас судить о надежности и эффективности ядерного оружия не приходится. Это вещь неопределенной надежности, неопределенной эффективности. Но посмотрите. Известная вещь можно сравнить, когда у России было еще полно ракет. И Россия только вошла в Сирию, и они решили утилизировать большую часть имеющихся у них ракет. Каспийская морская флотилия России вышла в море и осуществила красивый запуск ракет в направлении Сирии. Но большая часть не то, что не долетела до объекта, она большая часть не попала по территории Сирии. А сейчас, к тому времени, настолько были устарелые, настолько были ненадежные российские ракеты. А ядерное оружие еще более устаревшее российское. Ну ладно, допустим. К сожалению, это произошло, и Путин нажал кнопку. Ну, следует понимать, что применение ядерного оружия не завершает войну. Ядерным оружием война начинается. Но это ускорит распад России. Вполне возможно применение тактического ядерного оружия. Причем не только и не столько в отношении Украины. Мы сейчас в тех условиях, когда Путин со дня на день может начать терять контроль над своими городами. А войск там нету, чем там закрывать. Скажите, пожалуйста, вот это очень интересная параллель с точки зрения того, что утилизирует все старое, ненужное. Вот мы смотрим сейчас на технику, которая воюет в Украине. Мы смотрим сейчас на разные публикации Рамзана Кадырова. И вот уже среди разных экспертов. Я очень хочу наложить это на ваш аналитический и научный подход. Вот фигурирует такая мысль, что, мол, этих чеченцев здесь в котле просто сливают, чтобы опасность трону и дворцу в Кремле не представляли. Вот эту всю технику, этот весь металлолом, они специально сюда сбагривают, скажем так, то, что лишнее, то, что не нужно. Вы можете, как вы к этому относитесь, мнению, и насколько ли можно предположить, что у России есть что-то еще, то новое, важное и такое действительно, которое будет у оружия, которое будет угрожать условному коллективному Западу? Или почему они не включаются вот сейчас в такую помощь Украине? Так, это разно... Давайте о помощи Западом потом. У России есть новое, важное, очень сильное. На компьютерной графике, на мультфильмах. А где российская армата, которую это с таким помпом приставили? Где Су-57 с тем двигателем, который должен показать ее проектированные показатели? Где их нету? Где тот же Курганец? Нету. Россия, в принципе, не способна что-то делать в высокотехнологической сфере. Посмотрите, как за 6-7 лет Россию вытеснили из международного рынка запуска спутников на низкую околоземную орбиту. Сусловно, авторитарное государство не может быть эффективным в высокотехнологичной сфере. Поэтому они воюют чем? Они воюют всем старым. Я не думаю, что их сюда бросили в Украину сливать. Я не думаю, что это слив, я думаю, это иллюзия веры в нерушимую мощь, покрашенную в золотую краску трухлявого пня. А у них трухлявый пень, экономика, государственная система вся, ее покрасили золотой краской и начали на нее молиться. Ну вот, действительно, Украина показывает, что это не всю глупость и что вся величие России является иллюзией. Ну, достаточно быстро еще, ведь смотрите, еще 10 дней назад абсолютное большинство, 2 трети россиян поддерживали Путина. И что случилось? Тут же даже дело не в этом, а в огромных потерях в Украине, а в том, что 10, возможно, больше 10 миллионов человек за неделю потеряли работу. Это гораздо важнее, это гораздо страшнее. Их служило сословие попало под санкции, они лишились привычных благ, они не могут уезжать, они не могут потреблять привычный статусный товар, их лишили перьев. Ну, перьями называют товар статусного потребления, их лишили перспективы. Очень мало кому улыбается стать бойцами в осажденной крепости, в которую Путин превращает в Россию. Все понимают, что эта крепость это Северная Корея, а кто хочет жить в Северной Корее? То есть в России сейчас идет грандиозный слом сознания, и тут дело не в Украине. Но Украина это повод, они не стали украинофилами. Они просто... У них другого выхода нет, они не могут протестовать, они не могут голосовать. Просто нужно дождаться, пока совсем сорвет крышу, и они просто начнут занимать города. То, о чем я говорю, Путин может в любой день лишиться своих крупнейших городов, это пойдет уже цепная реакция. И тогда придется брать не Киев, тогда придется брать Питер или Москву. И все-таки чего боится Запад? Почему так достаточно нерешительно действует в эти дни? Во-первых, у Запада своих проблем столько, что... И если бы не эта агрессия, то мегабалл был бы на Западе. А так, мегабалл западной экономики, всего финансового сектора был бы на Западе. Но тут Путин помог, и весь этот негатив теперь канализируется в направлении противостояния с Россией. В этом плане все западные центробанки аплодируют Путину, который предотвратил мегабалл западной финансовой системы. То, что Запад не хочет вступаться на Украину, это понятно. С самого начала говорили, что для Запада тактически Украина это предполье. Удобное предполье это стратегическое болото, в которое Путин залезет и не вылезет. Ну вот он и залез. Путин залез в это стратегическое, в украинское стратегическое болото. Он дальше продвигаться не может ни быстро, не может продвигаться планомерно, потому что то, что я говорил, уничтожение инфраструктуры только затрудняет продвижение войск. Из этого нет выхода. В отношении утилизации, большую часть они уже утилизировали, у них уже ничего не осталось. Они подвозят остатки. Ну вот они сейчас подвозят, прошла информация, что подвозят точка У. Почему они подвозят точку У? Искандеров не осталось, калибров не осталось. Привезут старые точки У, которые будут в половине случая не взлетать, а в оставшиеся половине случая будут стрелять по небу. Владимир, что вот в контексте освоения Украины мы бы добавили, потому что понятно, что мы больше говорим сейчас про Российскую Федерацию, про контроль Москвы над городами, Кремлем над городами, Путиным над городами. Но ведь осваивать Украину будет кто? Осваивать Украину? Сложно выглядит, знаете, такой типичный последние месяцы, годы, конформират, что мы полностью подконтрольны в Соединенных Штатах Америки. Это оказалось совершенно не так. Мы не полностью подконтрольны и полностью подконтрольны не будем. Не следует бояться того Запада, что он нас превратит в попласов, и мы будем работать на западных дятях. Этот миф распускает украинские олигархи. Так вот, Украину осваивать будут не олигархи. Точно так же, как пойдет путинский режим, точно так же пойдет украинский, сословно олигархический режим, который точно так же не может ничего делать. Неэффективен в средней технологической, а тем более в высоко технологической сфере. Украине будет реальная деолигархизация. Не та симуляция деолигархизации, которая была. Реально же ее не было. А реальная деолигархизация. И вопрос. Ведь олигархи являются патриотами своих состояний, они не являются патриотами страны. Где сейчас находится украинская олигархия? Где сейчас Ахметов? Ну да, где? А где сейчас Ахметов? Где сейчас Коломойск? Где сейчас Пинчук? Их же нет в Украине. Украину защищают простые граждане. Ладно, олигархи пенсионного возраста. А их дети. Где сейчас Ахметов младше? Почему он сейчас не в территориальной обороне? Ну это такой риторический вопрос. Но рациональная составляющая в том, что украинских олигархов точно так же либо уничтожат, либо просто предложат им превратиться из высшего сословия в обычных богатых граждан, либо конфискуют у них, либо предложат купить за копейки. Это же ничего не нового. Это же тот буржуазно... Путь буржуазных революций, который Европа прошла в течение веков, проходила. В Украине он займет... Он уже начался, но просто он сейчас начался снизу. А в целом в Украину он пройдет гораздо быстрее. Владимир, многие, конечно же, сейчас следят за новостями, что касается переговоров третьего раунда, монетарные коридоры пошли. Я понимаю, что достаточно это... Ну, все такое поточное, да, вот эти события. Но верите ли вы, что какой-либо из раундов переговоров приведет к более-менее нормализации и делает жизнь украинцев более понятной? Или же это все дымовая завеса, и нам не стоит вообще смотреть в сторону польско-белорусской границы и на этих, скажем так, представителей, которых одного убили. Потом, правда, сказали, что это разведчик, это господин Киреев. Другой заявляет о том, что до чего-то договорились. Есть ли выход дипломатический из сложного вот сейчас положения, которое нависло над всем народом Украины? Если договорятся о действенных гуманитарных коридорах, вот вам и выходят. Конкретные люди, причем сотни тысяч людей, останутся живы. Это хорошо. Выхода стратегического для Путина нет. То есть сейчас понятно, что уходить нужно не только от того, что он оккупировал сейчас, нужно уходить с оккупированного Донбасса, с оккупированного Крыма. Путин не сможет сохранить лицо при этом. А Путин не может уйти просто так. Он не может сказать, я устал, я ухожу. И все это его окружение не сможет. Более вероятным шансом это либо гражданская война в России, либо дворцовый переворот, либо что-то иное. То есть насильственная форма власти в России. Если Путину не хватило... Но ведь, смотрите, мы говорили, что основная стратегическая ошибка в России была совершена с периодом 2002 по 2007 год. И все это время после 2007 года ничего не делалось. Они по-прежнему шли и продвигались по этому ошибочному стратегическому пути. Если не это все в 15 лет продвигались, вероятность того, что сейчас они признаются в ошибке минимальной. Я не думаю... Я не надеюсь на вменяемость Путин. Я надеюсь на вменяемость Россия, в которых сложные условия, потери работы, потери уровня жизни оторвет от замбоящика путинской пропаганды. Владимир, скажите, пожалуйста, вот судьба территорий украинских. Насколько вероятен... Вероятность какая-то того, что Украина как лоскутное одеяло будет выглядеть на карте мира в самое ближайшее время? Потому что некоторые аналитики говорят именно так, когда очередные попытки, вы в курсе этих новостей, создать какие-то республики, какие-то федерации, какие-то новообразования были пресечены СБУ. Это путь, по которым пойдет народ и территория здесь живущая. И какая вероятность того, что это действительно может быть каким-либо подобным путем? Смотрите, я считаю, с одной стороны, что СМУТа в Украине закончилась. Собственная фаза СМУТы внутри Украины. Она закончилась, в Украине вышла СМУТа. Соответственно, Украина уже преодолела низшую точку регионализации. Регионализация – это процесс обратной глобализации. С другой стороны, Украина – это не универсальное государство. Вот маленькая Словакия на границе с Украиной – это универсальное государство. Украина – это специализированное государство. Украина – это большая Швейцария. В 2005 году я опубликовал свой прогноз под названием «Швейцарский путь». Вот Украина развивается как Швейцария. Я никаких проблем не вижу. Да, в Украине будет ушеляться оригинализация по языковому принципу, по культурному принципу. А в целом Украина снаружи будет казаться единой. Лоскутного дела не будет, границ не будет. Перемещение будет свободным. А то, что на одном регионе говорят, на одном языке у них свои герои, в другом языке у них свои герои, так это же так было всегда. За последние 2500 лет не было ни одного времени в Украине, как на территории современной Украины, когда бы преобладал на всей территории один язык и одна культура. Нам говорят о Киевской Руси. А где заканчивалась Киевская Русь? Мол, говорят нам, ну как же, мы же наследники Киевской Руси. А где она заканчивалась? А последним южным городом Киевской Руси был Переяслов. А дальше что было? А дальше был Великий Луг. Дальше было Дикое Поле, на котором не было славян. Ведь даже Черкасса, это же не просто город, это же еще был этнос. Не славянский этнос. Так что для Украины это разнообразие, это норма. Мы будущая Швейцария. И я считаю это хорошо. Я бы еще в контексте геополитическом в вашем прогнозе затронул вопрос Турции и турецкий интерес. Как вы относитесь к претензиям тюркского мира и собственно тому факту, что вот сейчас мы наблюдаем, как Эрдоган активно включается во все процессы, ну пытается, по крайней мере, это делать, с точки зрения дипломатии, с точки зрения претензиозности на регионального лидера. Насколько Турция помощник или угроза для целостности страны? Турция это пример того, что один лидер ничего не может. Турция пример того, что личностный фактор в цивилизационных процессах не играет никакой роли. Десять лет назад Эрдоган был динамичным проевропейским лидером. А что он сейчас превратился? Он превратился в свою противоположность тому, что он был десять лет, пятнадцать лет назад. Почему? Турция жестко неблагоприятная страна. Украина это благоприятная страна. Турция, если она не не будет участвовать в освоении внешних территорий, то Турция Турцию захлестнет своя собственная фаза смуты и она развалится. Это мой старый прогноз о распаде Турции. Поэтому Эрдоган метается. Понятно, он пытается сохранить страну. Посмотрите, по итогам января, мирного января, инфляции в Турцию составило сорок восемь процентов. Для Турков все равно, что осваивать. Для других, для всяких бангладешей все равно, что осваивать. Они будут пытаться осваивать и Россию, и Украину. Ну, пусть они Украину осваивают на наших правилах. Без вопроса. Ведь, когда мы говорим о деолигархизации, это значит, что внешний инвестор может на равных конкурировать с приходить и инвестировать внутри Украины не в добычу сырья и полуфабрикатов, а в производство и в инновационную предпринимательскую деятельность. После себя осваивать Украину после, и отстраивать Украину после агрессии, после олигархов. В отношении России, понятно, там гораздо более острые противоречия. И, возможно, я не берусь прогнозировать этот тактический вариант, Турция первая выступит с агрессивными и не с агрессивными, с вооружённой поддержкой Украины. Вполне возможно. По крайней мере, поставка Байрактаров это знаковое событие. А ещё более знаковым событием является закрытие закрытие проливов для российских кораблей. Ведь этого не было больше ста лет. Часто четыре российских боевых корабля стоят на... находятся в Средиземном море и Турция не пускает. Турция решилась на то, что она не решалась во время Второй мировой войны. Она сейчас на это решилась. Противоречия между Турцией и Россией огромная. Украине нужно выстоять сейчас. Выдержать. А дальше этот рухлявый пень начнёт рассыпаться и не только в Украине. Вот какая-то... Владимир... Да. Всё-таки вот мы про Турцию поговорили, вот выслушали, послушали ваше мнение, но не кажется ли вам, что мы ну очень как-то ну вот как-то сверху, да, как-то недооцениваем, да, вот глядим в сторону Беларуси. Что вы думаете по поводу угрозы от Беларуси, белорусов, режима Лукашенко и что вы думаете о народе, который там ну фактически уже в союзном государстве с Российской Федерацией. Насколько вот эти ну там ваши прогнозы по распаду России контролем за теми или иными городами вот аукнутся в первой степени вот на севере Украины и на северной границе или же это уже стена враг на достаточно ну какой-то такой ну понятный период. Стратегически я прогнозировал, что Беларусь не сможет законсервироваться, как она это делала, а она законсервировалась в советском прошлом. сейчас после начала события в Беларуси что произошло? Они же репрессировали или вынудили уехать из Украины, из Беларуси порядка 300 тысяч человек. Они сняли весь протестный потенциал. Там протестовать некому. непосредственно сейчас практическая составляющая состоит в том, что пару дней как Лукашенко испугался. Испугался очень сильно. И он понимает, что его положение лучше Путина и он может торговаться. Поэтому он собственно не вел войска напрямую белорусские войска. Может ли Лукашенко запретить Путину использовать белорусское пространство? Не может. он уже не контролирует. Может ли Лукашенко не направить свою войска в Украину? Может. Это он может. А сопротивление Беларуси тоже будет нарастать. Да, Владимир, на завершение нашей беседы я бы хотел, чтобы вы обратились к людям думающим, людям, которые смотрят видео на канале Политека онлайн, которые смотрят вас персонально и сказали, наверное, главные слова на ближайшие дни, месяцы, недели. То, что вы хотите, чтобы услышали украинцы, те, которые под бомбежками, но все-таки находят возможность зайти, посмотреть услышать. Я не хочу вселять напрасные надежды, я не боец информационного фронта. На мой взгляд, сейчас в Украине час волка, самое темное время перед рассветом, но это время не продлится, и эта война не будет долгой. У Путина просто физически не хватает ресурсов. Не только контролировать то, что он захватил и оккупировал уже в Украине, а не хватает ресурсов контролировать саму Россию. Как было это навало, так она быстро исхлынет. Но это стратегический взгляд, это не значит, что тут нужно различать тактическую составляющую и стратегическую составляющую. Стратегически Украина выиграла в день нападения Путина. Такие ошибки было. Само нападение было стратегически заранее обречено на Украину. А тактическую я прогнозировать не берусь. Я благодарю вас за то, что несмотря ни на что вы нашли возможность поговорить на нашем канале, дать свои прогнозы и свои видения. Я благодарю всех и каждого, кто сейчас смотрит, кто сейчас ставит лайк, пишет комментарий, соглашается, не соглашается. Тех, кто думает и тех, кто высказывает поддержку каналу Политека Онлайн, я в самом завершении могу лишь проанонсировать, что будет больше видео на канале Политбюро. Поэтому, чтобы диверсифицировать наши возможности, пожалуйста, подпишитесь и туда. мы последние несколько дней отбиваем яростные атаки, нас пытаются взломать и забрать у нас аккаунт Политека Онлайн, мы стоим, мы выстоим, но все-таки мы хотим быть вместе с вами, дорогие подписчики, поэтому будьте добры, подпишитесь и туда, и туда. Я, Александр Шелест, держимся, думаем и, самое главное, верим в самое наилучшее. Всего хорошего.